Еще раз добрый вечер, Ирина, алкоголик. Сегодня мой счастливый, радостный день в году. И каждый год у меня он радостный. Для меня это такое событие. Люди понимают, о чем я, что такое год-год-год, а там больше. И вот это вот 4 января произошло 2012 года. Я каждый, естественно, поначалу-то считала дни. Ну, в общем, я уже рассказывала, да, как я выздоравливала, там буду, постараюсь как-то так, ну, не буду растягивать это, так как, в принципе, самое интересное, это вот этот год. Что произошло за этот год, когда я с вами. Да, ну, естественно, если, ну, допустим, если, ну, нет прошлого, нет настоящего, так вот как-то так начиналось, что я выздоравливала на ИНЭЙ. Там я начинала, и уже, в общем, спонсора мне дали, ну, взяли меня, да, это только, вот у меня уже был год и месяц. Там вообще было так, ну, как я уже говорила, да, это проходной двор, да, вот, ну, да, да. Ну, у меня как-то вот так вот пошло. Да, было там очень тяжело. И, вот, ну, я не знаю, это так, что, значит, прохождение по шагам, это первое, в общем, я ощутила, так я вот буду говорить, значит, в своей жизни, получается, у меня было так, это, первая эуфория была на втором году трезвости. Я чувствовала себя так хорошо, и вот как-то так вот в меня это, мне это так понравилось. Мне хотелось остаться так на всю жизнь, и мне так казалось, что так будет всю жизнь. Там неважно, что я буду делать, буду это делать, не буду это делать. Прохождение два раза по шагам своей наставницы я врала, честно, да. Я обманывала, ну, как врала, ну, не все подряд, вот это вот, а были там такие вот, в общем, я не была до конца честна, но, тем не менее, как-то так получалось, что, ну, проходила, в общем, да, ну, не знаю, да, ну, есть такие моменты, когда вот не совсем вот там честна со спонсором, это было такое, ну, там, я на ней подлавливала, помню, да, и там мне давали пинков. Ну, я такой человек, что со мной надо строго, со мной нельзя мягко, если касается, тем более таких вещей, как очень серьезных, жизненно важных для меня. В общем, у меня такого, значит, было два употребления. Первое было употребление, это, значит, умирает брат от передозировки. Ну, так вкратце скажу, что, в общем, я из такой, ну, многодетной семьи в Сибири, это голод, нищета, отца никогда дома нет, мама каждый год беременная. Ну, и так вот нас вышло 10 детей, 8 сестер и 2 брата. Вот, значит, старший брат умер от передозировки в 34 года, это уже было, естественно, в Израиле. Отец потом, после этого он не выдержал, повесился. Значит, а когда вот похоронили брата, когда вот это, передозировки, а так вышло, что, ну, он, когда умер, а сын мой там, 11-летний, так, 12, сколько ему было, был там, и там что-то он делал, и скорую вызывал, вот так вышло, что на день рождения его сына. Почему это, с этого началось снова употребление. Я не могла жить после этого. Мой брат был для меня, это все, как бы, мы были такие друзья хорошие с ним, ну, как вот, не просто брат. Вот, мы каждый день были вместе, общались, и он вроде как женат, и у меня там и своя семья, и все. Для меня он был очень близок, я не знала, как пережить его смерть, для меня как будто не рухнул. Вот так вот я ощущала на то время. Да и, ну, там, рецидивы были и в юности, что, допустим, если мне не дали выйти замуж за парня, которого я люблю, потому что он не еврей, я отказалась полностью от еды. Санурексия меня толкают в больницу, а там и до психушки было недалеко. В общем-то, понятно было, что я, это, ну, не того, проблемы уже были со мной. Так, нормальная девушка не должна делать, как-то так, отказаться от еды и ходить выпрашивать снотворное. Я караулила возле процедурной и уже вынашивала план, как я буду это красть. И я украла, много таблеток украла тогда, и нажралась их. Вот это тоже употребление. И всегда меня интересовали какие-то там, чего-то там, никогда не интересовали, ну, я никогда не любила спиртное. В общем, ну, с чего началось, да, что вот, допустим, умирает брат, вот такое состояние, все. Я, ну, мы все пошли, сестры, в принципе, и мама, как бы нам выписали какие-то успокоительные. Ну, потому что он как, он умер скоропостижно, а мы никто не знали, что он употребляет. Он выпивал. А что потом, когда узнали, что это, оказывается, там было все подряд, и там написали тоже, а-ра-ля, самим такие-такие, там, вот так вот. Мы были вообще в шоке, ну, хотя там догадывались, но вот такого не было, чтобы все были готовы к этому, чтобы понятно, что там наркомания, такая-такая болезнь, ну, были все в шоке. Мне дали таблетки. Мне стало от них хорошо. Так хорошо, как никогда не было хорошо. И так меня утащило, вот такие вот наркотические таблетки, как бы они сначала как успокоительные. Я вот так вот много времени с ними была, то есть, как все чуть-чуть попили там, все, а нет, у меня уперло. В общем, да, конечно. Как нет, да, я сегодня-то понимаю это. Дай мне только волю, вольную, чего там, изменить себе сознание. И в конце потом уже я стала повышать дозы сама себе. Я такой, получается, аптечный наркоман. Ну, наркоманка. Ну, плюс, сейчас вот скажу, как я по алкоголю ушла. Значит, я на последнем году употребление клонекса большими дозами, я уже была полумертвая. Во мне не было и 40 килограмм. Ну, если уж так разобраться, там еще. Ну, допустим, убрать килограмм 12 от меня сейчас. Ну, это что такое было вообще? Я ходить-то уже не могла. Я, у меня уже такая была креса. В общем, я, значит, запираю себя и 4 дня в забытье в таком. Ломки страшные. Ну, страшно это, это очень страшно, это не передать даже, что я тогда вот пережила вот именно, перестав. Это как-то так, рассказывала врачу. Как это, вообще, умирают, умирают от этого. Невозможно так это обезвоживание, это все. Ну, да, в больницу-то положили, меня там поддержали, там капельницы, все дела. Выхожу. Значит, два месяца прошло. Мне было очень плохо. И даже не потому, что уже там брат, не брат. Ну, плохо мне, хреново мне. Чего-то еще хочется. Алкоголь я никогда не любила. Так вот, если я и не пила его. И вот мне вот тогда вот было 34 года. Начала я пить. Начала я пить. Как я начала пить. В общем, я... Я вообще и в детстве очень сильно любила пить. Не есть. Я есть никогда не любила. У меня всегда была проблема с едой. Ну, вот там, где жевать не надо, вот попить сладенькое, что-то вкусненькое. Вот я любила вот это вот. Мне даже так хорошо было как-то вот. Какое-то такое состояние было похоже на... Ну, вот тот ликер бананом, который я нашла, дешевый. Потому что водку я пить не могла. У меня уже тогда была локемия, химия и все такое, в общем. Короче, подыхала я, да? Ну, так вот, если бокца... Ну, да, человек подыхает уже. И я все равно пью. Я уже полулысая. Волосы сыпятся. А я все равно пью. Хочу сказать, что вообще меня могло остановить. Так что это такое... Это же вот такая коварная сволочная болезнь. Что она... Как так вот я вот так вот вращаюсь назад мысленно, что если здоровые люди... Ну, как более-менее такие вот и... А я-то как это? Ну, понятное дело, я пила. Каждый вечер я пила. Утром я пить. Не то, что я такая хорошая, я не похмелялась. Алкоголики настоящие такое вообще со всеми... Ну, проявлениями и мышления, и характера, и поведения. А пить я утром не могла, потому что там... Ну, и несовмещение было и с лекарствами. Да не могла просто, не могла, вот и все. Не влазила. Не влазила. И пила, и ликер, и пила немного. Потому что не могла крепче пить, и не могла больше пить. Потому что если с таким, то, что я пила, допустим, я допалзывала до кровати. Ну, не сразу, не сначала. Потом уже, когда это было там... Большой ликер вот эта литровая, да? Кармель, вот. Банановый этот, вонючий. Погонючий такой весь, да? Я отмечала вот так вот. Значит, сначала вот так я отмечу. Потом, значит, треть, треть, треть. Ну, как-то, естественно, повышала, да? А потом подумала, Рэго, зачем? Мне уже покупать там стыдно. Здесь, говорю, я буду это... Ага. Да, пойду, пошла к сапожнику, купила спирт. Вот такую вот бутыль. Ну, у меня бабушка кроносчица, которая сибирская, да? Она вот алкоголичка. Бедная бабушка. Ну, она хорошая была. Я никогда не видела, что это... Она, помню, вот это говорила, что вот самогон. Нет, это спирт. Размешать. Между собой что-то там разговаривали. Я это как-то в память врезалась. Короче, спирт. Купила у сапожника. А зачем? А я, ну так, мне для этого надо, для того надо. Короче, размешала я его, значит, с яблочным соком. Таким вот тоже большим, дешевым. Кристалл такой был сок. Вот, если кто помнит, да, не знаю. Такие вот трехлитровые, двухлитровые бутылки, не знаю. Вот, дерьмо и то, и то, как, да, значит, такое вот, что на самом деле. Намешала много, много намешала, вот так вот, все. Так вот, как бы, типа, как у меня лаборатория, да, открылась. Честно. Я так себя чувствовала. О, какая я умная. Теперь выходить не надо долго. Долго не надо выходить за алкоголем. Мне хватит надолго. Я даже рассчитала примерно на сколько. И как я буду, и чего буду. И подумала еще, ого, можно и поменьше, так, как-то уменьшить так. Потому что тут же спирт все-таки посильнее, оно так вот поддаст, поддаст. Хорошо. С первого же разу оно, видимо, забродило, я не знаю, что там. В общем, так, как-то, ну, было вкусно. Ну, так уж, противно сильно не было, хоть там и был спирт. Там и яблочесок. А, кстати, я еще немножко петли туда налила. Там такой цвет какой-то образовал. Я выпила много, стала пить раньше. Мне так вот это было, это, так хотелось быстренько-быскому новенького вот этого попробовать. Я вся такая вот радостная. Бегу домой, все, вот у меня все готово. Надолго-надолго. Сейчас вот столько, да, вот это на сегодня. Нифига. Я пила его, и пила, по-моему, даже больше выпила. И я раньше начала просто пить. У меня такие еще часы были специально отведенные для этого. Вот. И меня увезли на скорой. Я, ну, в общем, траванулась так сильно. Вот. Ну, не знаю, может, кому-то знакома такая история, когда убираешь инфузию и прешь домой. Мне же выпить хочется. Ну как, я же траванулась, блин. Мне же должно быть плохо. Я просыпаюсь, открываю глаза, потолок такой вот дырявый, да, это вот Вольфс, а не я помню. Плохо. Выпить скорее надо, выпить, выпить надо. Быстро расписываюсь под расписку, да, ага, все, это, то. Я домой, бегом домой, ну, пешком я добежала домой, да, пешком домой. Это долго я шла, там, чуть бежала, чуть шла, не знаю как. И опять туда. А я как открыла эту крышку, и там бум. Такая вонь вышла. А я не... У нее такое, да, искусство такое. Я вообще, вот я с детства фантазерка такая вот, и это, любила там что-то придумывать такое интересное. Ну, а для себя вот такое вот я придумала. Но все-таки я решила это больше не трогать. Вот, но и выливать не стала. Ну, не знаю. Вроде как, жалко выливать. Ну, и пить не могу такое, я боюсь. Оно вот так бубух и воняет такое вообще все. А, кстати, и бутылки такие, как будто с пузатой стали. Я вот так вот трогаю бутылку, она какая-то и стоять не может. Она вот такая вот, ну, видимо, надулась там уже, наверное, получился. Какая-то брашка какая-то, я не знаю. Вот. И я побежала быстро, вот я помню, первый раз, когда как-то я помню, с таким пренебрежением. Там Аляску люди пьют, да как, да чего это, блин, чего это такое, блин. Типа там, чему Аляску бьют. Ну, было такое, да. Я-то, ого. Взяла себе две Аляски. Две Аляски. Вот. Потому что, ну, как оно, тогда оно стоило три шекеля, Аляска. Значит, шесть шекелей получается, потому что у меня, ну, как, не набралось на ликер. Хоть он стоил тоже где-то семнадцать шекелей, что-то такое. Ну, так вот вышло у меня, да. Взяла две Аляски, выпила. Ну, опять траванулась, но без скорой. Вроде как немножко отошла. Пила, дальше пила, пила, дальше. Пила, 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 в общем. Жила я одна, ну, в таком, в такой квартире немножко, с подвальчиком. Ну, такая-то вниз, которая... Ну, хорошо было устроено все. То есть меня никто не видит, я закрываю дверь, я больше не выхожу. Никто ничего не знает, я же внутри. Ну, так вот все хорошо такая. Такая землянка. Хорошо мне в землянке одной, да? Сырой. Сырой. Вот, а у меня не было ни телевизора. Ну, то есть, как бы, к Валиме не было, ничего не было. Ничего не надо, да, все. Я уже тогда в то время уже работала на таких вот черных работах. А мне пофигу было. Кастрюли мыть, фалафель крутить, там, чипсы эти выдавливать, там. Мельцарит, там, сян, там, в Яфу, там, что-то у арабов я работала, помню, этот фалафель. Там где-то. По-черному, по-черному, все-все. Ну, так, ну, понятное дело, там, где-то, да, было такое, что ее увольняли. Не говорили почему, не говорили. Я не знаю, ну, как, не говорили, вот там, ты пьешь, я на работе не пила, а, может быть, я, ну, я вела себя плохо, скорее всего. Потому что станцев меня с кружка выгнали с позором, под клонексом, когда я торчала сильно. Я там такое выделывала на сцене. А самое страшное, что, когда меня выгнали с танцев, я уже, и на Йома Цмаут уже меня не взяли на эту баму. Вот это вот там, да. Ну, танцы хорошие были. Танцевала я хорошо. Было время, да, такое было. Ну, как бы, с детства. Я за деньги стала танцевать. Я ходила по хафлам. Да, такие рекудайбетан, такие вот это вот, все вот так вот, да. Ну, а что, как я, я уже не дотягивала, чтобы там до восьми, там, восемь пить. Я вот выпивала, бывало такое, да, типа никто ничего не знал, мне много не надо было. И я ехала танцевать. Это уже, даже вот, когда я уже с клонекса слезла. И все равно я вот это делала. Я делала это, продолжала. И я продолжала ходить на группы. То есть, я приходила на группы, туда вот, на иной. Я приходила туда на группы, и не трезвая приходила, и трезвая приходила. Ну, естественно, как не приходила трезвая? Я приходила, выпивала, там, дней трезвых не было. Потом пошло уже. Ну, что, как оно получилось-то? Вот честно, да, сказать. Если кто-то даже и думает, и сомневается, что дети держат одно, другое, пятое, десятое. Ничего не держат. Ничего не пробивает. Не знаю, как. Не знаю. Это, то есть, получается, как бы, как я говорила, вот там. Ну, мне вот, когда вот, мне уже взяли, типа, ага, пожалеет тебя Бог. Не хрен себя самой жалеть. А ты к тебе отнесись со страданием. О, для меня это было непонятно. То есть, рахамим, ну, вот такое слово есть. То есть, Бог будет тебя, или рахам, аля их, да? А я должна к себе отнестись со страданием. То есть, это Михеля. Есть такое слово, да? Там оно, там, несколько значений, да, такое вот. У меня, вроде, как это врезалось, да? Но ненадолго. Но я помню это. Помню это хорошо сегодня. Я понимаю, что это такое. Ну, вот, в общем, вот такая вот история. А как я попала сюда? Да, когда меня нафиг послала моя наставница, та, Инейская, сказала, иди к алкоголикам. Невозможно с тобой больше не то, что работать. Все, говорит, и это. Я, говорит, вот еще раз, говорит, мне позвонишь, будешь надоедать, я тебя заблокирую. У тебя, говорит, употребляют. Как ты, говорит, вообще живешь? Получается, да. Я понимаю, да, говорит, ты трезвая. Ты на грани срыва. Да тебе, говорит, и пить не надо, ты, говорит, ненормальная. Она мне так и сказала. Ты, говорит, вообще, говорит, ненормальная. У тебя, говорит, уже безумие началось. Вот, иди к алкоголикам, все, давай, вперед. Потом она мне еще так, а еще там, вторая, там, вторая спонсора, она мне там же говорит мне. Я не могу тебе взять, вот при таком условии, как бы, у тебя употребляющий сын, на твоих глазах употребляет. Пока не пойдешь на ранон, там, в аланон, вот это вот, меня посылали, да, как бы, мы не будем с тобой работать ни по шагам, ничего. В общем, ну, как бы, это я уже была, это было три года назад, четыре, где-то так вот. До короны. Ну, потом я подключилась, да, к созависимым, потому что, в принципе, если, вот, как я уже говорила, допустим, это алкоголик хавает, допустим, водку, там, наркоман, наркотики. А я же еще и созависимая, я еще и людей хаваю, получается. Созависимый хавает людей, да. Это такая вот, да, есть такое, потому что употреблять. А зачем мне, в принципе, как я вот, вот я иногда вот спрашиваю, ну, да, вот я вот себе, ну, я могу ответить на этот вопрос, как бы, да, как я осталась трезвая, ни разу не сорвалась. Сын, когда уже совсем с катушек его, в общем, ну, употребление сильное, тяжелыми наркотиками, еще такой вот наркоман, ну, очень психозный, с рецидивами очень страшными. И, ну, то есть, как бы, с маленькими перерывами, вот это вот было бесконечно и постоянно, это было очень тяжело в плане, а как, а что я буду, а я сейчас по-честному скажу, я, почему, я скажу, да, я уже как бы и не в программе, я перестала это делать, то делать, я перестала делать вещи, я отошла от программы, да, я, значит, получается, как, я скажу вот по-честному, да, что вот я вот тоже отследила со временем, почему я не сорвалась, не потому что, допустим, вот там, даже это не выправдание, да, вот я могу сказать, что я не, потому что, то есть, как, у меня был, ага, рега, то есть, как, еще созависимый, как ресурс, ресурсный, то есть, понятное дело, то есть, я думаю, ага, рега, если я чего-то, что-то попробую, да, это, значит, я не смогу тут, ну, контролировать наркомана своего сына, значит, у меня не будет там контроля, значит, ну, типа, не получится, это же, это же что же, это же за безумие такое, это вот, ну, вот со мной такое происходило, ну, это и так вот я рассказываю, немножко съемно, но это страшно, это ужасно страшно, ничего с собой не поделаешь уже, ни с собой, ни с кем, ни с чем, и, да, чудо произошло, я хочу сказать, что, да, значит, что получилось, это, как бы, ну, вот это вот, когда мне вот это говорили, иди к алкоголикам, и вот эта синяя книга, и я все ее это, и, ну, как будто бы я ее боялась, почему-то, вот, ну, не буду, я не хочу я начинать это все делать, это, да, пробовала одна невозможно, на сегодняшний день, я понимаю, только со спонсором, только в группах, только, вот, это выздоровление, и делать на каждодневной основе, 4 февраля, если кто-то помнит, февральская оттепель, пятахтыква, у меня этот день никогда не забудется, я была на тысячах всяких этих семинарах, и в прошлом, и потом были семинары, но этот семинар я никогда не забуду, я пришла только на бал, такой мне напоминал, выпускной вечер, на который меня пустили, всего на 2 часа, и это, я так хорошо себя чувствовала, и мне хотелось сразу все рассказать о себе и всем, вот, как-то так меня перло вот это вот, такая, я такая радостная была, что я нашла, и тут вот, я не знала, что на Ливорно есть вообще группы, и через Олю, и вот это, получается, это такой длинной дорогой, я вот знакомлюсь с Олей, я слушала Олю, ой, какая она красивая, ой, как она говорит, ой, блин, как она всех любит, какая она такая вот, какая-то вот необычная такая, я такая смотрю, у меня, ну, вот так, слушаю, я хочу быть как Оля, я хочу быть как Оля, она еще мне еще про мужа рассказывала, про хорошего, ну, что она еще и мужа-то получила в подарок на группах, говорю, а я тогда уже на то время это, говорю, а я тоже хочу, я тоже мужа хочу, я пойду, я найду, я все хочу, что Оле, ну, вот так вот мне вот это врезалось, да, так Олю внимательно слушала, еще меня что-то зацепило, муж хороший, красивый, там, все такое, да, я тоже такого хочу, вот пойду найду, да, ну, все, понятно же дело, да, пришла, все, пошли по шагам, пробовала я с Олей, и, значит, готовности не было у меня еще тогда, и, да, ну, нельзя сожалеть, все, значит, Эдит, низкий поклон, я помню, ей было тяжело со мной, и это я прекрасно понимаю, потому что, допустим, все те, якобы, знания там, ну, такое вот, да, тут вот это что, надо было все это похоронить, закопать и начать снова, и то чудо, что, как бы, я это называю, в общем, мое, мое вот это выздоровление по шагам, прыгнуть с крыши, а у меня страх высоты, сдавать четвертый шаг мне было равносильно прыгнуть с крыши, а на крышу же еще забраться надо, ага, а я себе говорю, а если я хорошо помолюсь и хорошо вот это вот и все, и это вот так вот прямо, вот это, значит, если я даже и прыгну, я не вверх полечу, а вниз, может быть, такое чудо будет, я вот так вот сама с собой, у меня истерика, я не могу, я не хочу, давай, четвертый шаг, опять это, ну, трое, вот это вот все из себя выворачивать, эту гниль, и все это получилось, и слава богу, и я благодарна очень Эдит, она, я хочу сказать, что мою голову сложную, очень сложную, с двумя зависимостями, да еще и со зависимостью, с такой страшнющей, да, вот так вот перевернуть, конечно, это работа совместная, конечно, это все вы, меня приняли здесь очень хорошо, я хочу сказать, что я боялась сначала, русские, ну, как я там, с израильтянами, хаос такой, все просто, интеллигентные люди, красивые такие, вкусные, вкусно пахнут, я так когда заметила, такие парни симпатичные, господи, а женщины какие приятные, и вот так вот, да, меня приняли, вот так я прям чувствовала, что вот на самом деле и полюбили меня, и соф-соф, вот, ну, как бы, ну, меня полюбили, это, ну, на самом деле, какой я есть, такая получается, да, вот такая вот я балаганная, иногда не очень такая вот сговорчивая, и все, и пошло, я благодарна и счастлива, я вам могу сказать, вот, самая главная вещь, да, вот, ну, все же просто, да, вроде как, вот делай, что говорят, заткнуть рот, если даже тяжело со спонсором, и я все равно говорю, лучше заткнуть рот, так дешевле жить, ну, так вот, да, если, ну, вы поняли, да, о чем я, в плане, как бы, дешевле, потому что, ну, дешевле жить честно, и меньше говорить, как бы, чем ты меньше говоришь и больше слушаешь, ты больше получаешь, у тебя всего больше, ну, у меня, вот я про себя говорю лично так, да, вот так вот, у меня произошло вот так вот, На сегодняшний день я, вот моя, это та первая уфория была, вторая уфория произошла здесь, после четвертого шага. Я так себя чувствовала, я летала. И я пока еще летаю. И я пока еще летаю. Прошу не отнимать меня, только чтобы это не прошло. Ну, конечно, не так, прям вот так вот, да. Ну, немножечко так. Да, я не хочу больше возвращаться. Я не могу себе такое позволить больше. Это плохо мне так было. Такая была разбитая, убитая, уничтоженная всякая, не знаю. Я не успела сорваться, вот это употребить, ничего. Но эмоциональный срыв, я вам скажу, он... Тяжело человека поднимать. И тому же спонсору, да и даже врачу любому. Очень тяжело человека вытаскивать из эмоционального, длительного срыва. Спасибо моей наставнице огромное. Ее здесь нет, конечно, да, она не смогла приехать. Я... Хочется обнять ее, низкий поклон. За такую работу. Это чудо, чудо такое вообще, что... А чудо, оно вам необъяснимо. Понимаете сами, да. Все. Спасибо, что послушали. Остаюсь с вами. Никуда дергаться больше не буду. Все. Спасибо. Спасибо, да.